итак друзья у нас вечер и мы сейчас пойдем гулять под альяну все выдвигаемся уже вечереет солнце село я тут все вспоминаю как мы в прошлом году гуляли сыгрем и стенкой темка если смотришь меня надеюсь ты тоже скоро сюда приедешь такие отели интересные домики но тут наверное частные дома есть много отеля прямо по реке мы тогда здесь гуляли присматривали красивые места где бы хотели поселиться ну и практически там поселились на самом деле мне было не найти все вот эти аренды видимо надо на каких-то турецких сайтах смотреть чтобы то многообразие вот этих отельчиков было на букинг был небольшой выбор чтобы именно на реке красиво все это хотели тут курицы собаки собаки курица и масса ресторанчиков мы идем к центру друг я тебя помню я тебя помню бил у меня есть на видео абсолютно точно и вон тут курицы помнишь он охранял этот эти курицы утки курицы там да 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 там курятника и курицы вы прямо петухи вот сюда на улице даже выходили и вот точно вот в этой лавочке тему купил себе вязаную игрушку которая теперь у него в комнате стоит на память вы же не хотите голубых крабов уничтожать я тоже не хочу вы смотрите какая прелесть кормушка для котиков там водичка и кормушка для котиков ведь он ест там корм лежит кошачий вот кормом кошачьим я считаю правильно кормить помните мы когда были кстати в аланье ребят вы видели тоже есть такие кормушки кидаешь денежку да вот народа замки где еще а в этом на ладис бич была на ладис бич помнишь было тоже много таких кормушек игр кушадас это жасмин голубой первый раз вижу я такой белый видела но что мы выходим уже практически в центр дарьяна вот он такой милый замечательный тихий спокойный вечером здесь перекрываются дороги они становятся только пешеходными опять мидии продают везде рыбы на самые милые ресторанчики с видом на реку наверное мы туда и пойдем потом ужинать у нас же здесь нет все включено рестораны рестораны магазины рестораны так мы вышли на набережной видите начинают подсвечиваться ликийские гробницы здесь стоят такси водные такси или вы хотите по центральной улочке пройтись там да мы туда и выйдем глаза разбегаются что выбрать и куда сесть такой свет красивый на закате да кстати власть к есть такая тут вещь вот смотри видишь ужина на кораблике то есть ты покупаешь ужин он отплывает и в темноте вот по реке ты плаваешь и там жуешь свой ужин ну вот главная площадь мы подошли к мечети где мечеть там всегда главная площадь и здесь еще есть голубятня вот она она стоит он смотри лишь впереди тут когда мы были днем может они спят уже просто было такое количество голубей на площади что мне сразу влать сан-марка вспомнилось спят все ты что прибежал к нам этого пачать такси бежит за нами следом у нас ничего нету мы еще ничего не ели игорь смотри какое старое дерево стоит сколько же мой лет лать маш смотрите какое дерево старое она прямо дырявая и живое тем не менее такая вечерняя жизнь здесь происходит везде в ресторанчику сидят люди в этом году конечно здесь людей намного больше чем в прошлом году помните наверное я рассказывала что мы были самое время пандемии и английских туристов ну вообще европейских туристов сюда не пускали тут практически не было этот курорт очень любят именно европейский английский турист соответственно тут было почти пусто сейчас конечно людей побольше но это и хорошо смотрите подушки какие так еще выставили их забавно как будто действительно выглядывают шутка а мы где-то здесь с тобой с темкой заходили в кофейню съели по десерту с кофе помнишь и потом страдали что мы не хотим ужинать а столько мест где можно ужинать нет мы сейчас такое не будем делать не манера прошли ее уже а что здесь их так много людей сидит это пап какой-то да это пап здесь только алкоголь вот здесь кстати можно быть ребят здесь может коктейль не хотите давайте да потом ужинать пойдем выпьем что-нибудь легенькое и пойдем потом дальше гулять с ангрия с ангрия с ангрия я тоже здесь полно народа все сидят пьют это чисто по мы продолжаем брать из по улочкам дарьяна и теперь мы в поиске где нам поужинать например на знаем куда мы идем посмотрите какой мой магазин проходим зелено-белый так милый выглядит а это желтый белый мальчики зависли у мяса вы хотите здесь спрошу что хотите давайте здесь а там вроде есть места еще где-то это вырезка подальше ушли от центра здесь уже тише становится меньше людей нас пантер в центре в основном бары заполнены не ресторана бары там сидят европейцы и пьют смеются и пьют вы хотите мидии попробуем ребят да а давайте все по штучке возьмем травануться так все вместе ты точно так же говорил когда мы в индии пили чай в деле ну давай доставай кошелек вот видишь как их поливают этим соком лимонного нам это уже привычно вы сейчас попробуете скажите вкусно вам или нет да мы сейчас на вас посмотрим вы такие коварные своих детей на образуру первыми кидаем да ладно ребята это шутка и тут никто не отравится то все в порядке мидии всегда свежие все все с ними замечательно просто небольшие любители этой еды ну они без риса здесь они часто с рисом а рис есть а все вижу серединочки но остаетесь ладно муж пойдем свою еду искать они тут остаются сколько стоит две штучки одна штучка 5 лет 1 . 5 лет давай чтобы по одной возьмем но давай любимый муж ну попробуй ну пожалуйста это как чай в индии ты тоже боялся потому что ой как вкусно я боюсь попробуй ну разочек ну один раз да не нравится разочек и 2 дня на смартфон вот всем взяли 5 штучек мастерами беде будет мы кило меди съели на рыбном базаре да не в батуми покупали килограмм но там было очень мало мяса здесь ну я понимаю что у нас рисом конечно он полил уже лимончиком давай 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 это вот первое впечатление ну игорь геннадьич вот по моему тебе вкусно я загадал желание а то же попробуем мы дальше давайте очень вкусно так еще нам по штучке взял вот видишь лиха беда начало и только начать и потом уже будет не остановиться и я тоже буду очень вкусно очень обязательно попробуйте если не пробовали мы сейчас с вами к ресторану уже почти с этими придем но мы найдем себе место правда же еще абсолютно что почему там у него курица лежит не курицу лем заворачиваем курицу мити заворачивает отсюда оригинальный сейчас мы идем видите на совсем тихую улочку от центра отходим здесь такие красивые видовые ресторанчики уже будут кстати ресторан есть в нашем отеле мы просто решили сегодня погулять так мы здесь где-то следующий по моему видели с вами ребят красивый очень вот этот штучки штучки мы когда были в заре к маше подошла бабушка и сказала какая у вас прекрасная сумма стояла я крючком плохо вижу я хорошо вижу спицами вот этот по моему с вами ресторан присмотрели джаз кафе битязгу правильно прочитал до двенадцати ночи пойдемте когда очень красивенький очень красивый да 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 Ну, пожалуйста, держите вашу карту за вашим столом. Это написано здесь, где-то почитал? Да, вот здесь написано. Смотрите, мы любим детей, но, пожалуйста, держите своих детей за вашим столом. Правильно. В общем-то. А вон там столики, или там мало людей? Столиков нету? Все занято. А вот здесь столик... А, там занято тоже. Да, нам сказали, здесь пока посидеть. Здесь потрясающе красиво, ребята. Вот здесь есть один столик на две персоны. Они сейчас доедят? Он спросил, вы долго? Он говорит, нет. Они сейчас доедят, а мы туда сядем. Сторонку немножко отошло. Там, где свет, побольше. Смотрите, как здесь симпатично. Очень много здесь атмосферных ресторанчиков. В итоге мы повосхищались, повосхищались. Здесь там видами, там виды действительно очень красивые. Но выяснилось, что это тоже бар. В общем-то, там из еды одни бургеры, а бургеров мы точно не хотим. Вот ресторан какой-то есть. Давайте вот тут посмотрим. Тут большое меню. Так. Да, мы Стюма тоже сюда заходили. У нас как это, знаешь, с тобой прогулка по местам боевой славы. Где мы были с Темой. Прошелись сюда. Здесь тоже прямо у реки. Места должны быть. Там я вижу, вижу, не боюсь. Так. О, какие милые столики здесь. Замечательно. Вон. Вполне мило. Сейчас уберут, да? Да, наверное, уберут. Смотрите, здесь черепаха плывет. Ай, не видно. Она огромная просто. Вот эта черепаха. Вот видите, такие тени. Никогда... Ух ты, дышит. Ребята, простите, вам ничего не видно. Ну уж как есть. Тут очень темно на реке. Хочу сегодня кебаб попробовать. Я не знаю, я хочу турецкой кухни. Мальчики наши стейки опять берут. Маш, ты, наверное, рыбу или креветки, да, будешь? Я вот смотрю. Вот кавурма, это была сковородка с ризикой. Или Адана кебаб мой любимый взять. А, вот остренький спайси. Возьму-ка я, Адана кебаб, точно. Думайте, почему Маш так сидит? Потому что я тоже так сижу. Кто здесь у нас проплывал? У нас здесь проплывала большая черепаха. А еще краб большой проплывал. Прям видно его. Тут рыба, просто море. Вам это черная бездна? Ну, здесь такая живая река. Если туда упасть, тебя съедят зажимы. Точно, если тебя, если упасть, то тебя съедят зажимы. Там косякиры плавают. Косякиры паски-то. Кто раскусывает тебя? Крайне мере. Очень-очень-очень здорово смотреть на реку. Главный, пробует. Не крути так. Ты когда рацию делаешь, надо очень нежно его делать. Тепло, тепло. Доброе, доброе. Зайц, ты подожди. Нам принесут еду? Тогда приходи. Пока рано. Муккале. Это что, так место называется, куда мы зашли, что ли? По Муккале почему-то. Какие красивые бокалы. Мы бутылочку вина взяли одну на всех. Да, 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 глоточек. Какие бокалы. Нам Мезе принесли. Как я вам уже много раз рассказывала, Мезе в турецких отелях, ой, отелях, ресторанах практически всегда есть. И в хороших ресторанах оно всегда бесплатное. Посмотрим. Я думаю, что здесь тоже будет бесплатное. Ну, посмотрим. Черепаха еще одна приплыла. Маша булкой рыбу кормит. Черепаха приплыла. Маша, побольше кусок черепайки. Обалдеть. Здравствуй, большая черепаха. Все, теперь мы дни и вечера с тобой... Нет, днем, наверное, их сложнее увидеть. А вот ночью надо будет сидеть на берегу реки. У нас же тоже река там в отеле-то рядышком. Да. И искать больших черепах. Уже две увидели, представляете? Это рыба кишит там. Побольше ей булочки киньи. Ну, давай, давай, покажись. Ну, куда ты там на дно поплыла? Занырнула черепаха. Вот-вот всплывает. Маш, Маш, всплывает, смотри. Какая красавица. Ой, какая она огромная. Она с тобой здоровается. И плавает, и плавает здесь. Смотрите, не уплывает никуда от нас. А у нее на голове рыбка. Рыбка прилипала. Смотри, смотри, она обратно плывет. Не уплывает. Только посмотрите на это. Да, у нее рядом плавает рыбка на ней прямо. Это другая рыбка. Она там тряса сидит. Прилипала, наверное, какая-нибудь рыбка. Она прямо не отходит отсюда. Она все плавает и плавает. Занырнет и всплывает. Кругами. Он кругами плавает рядом. Смотрите. Это просто чудо какое-то. Опять развернулась и сюда плывет. Не-не-не, опять повернулась. Как это интересно. Мне интересуется вообще. А, тем не менее, готов наш ужин. Ой, как красиво у Игоря оформлено-то. Маша, Маша, посмотри, тебе еду принесли, Маш. Спасибо, а ты черепаху плаваешь. Ты только что на меня смотрела, и вот она. А мне, да, на кебаб. Маша, а это что? Это лосось под соусом кестром. А, это лосось. А вон черепаха. А вон черепаха. Она нам тут прям шоу показала. Вы представляете, мы... Да, точно, Маш. Да, точно, точно. Две черепахи здесь плавают. Вы представляете, мы здесь сидим, не знаю, часа полтора, наверное. И все это время здесь плавают вокруг нас черепахи. Всплывают, уплывают, всплывают, уплывают, разворачиваются, приплывают. Это так интересно. У нас прямо тут личное шоу получилось. Так, мы выходим, по-моему, последний из ресторана. Нам тут было так хорошо со всеми плавающими черепахами. А в соседнем ресторане еще сидят люди. А из этого уже все ушли. Уже все наелись. Все уградим домой. Было вкусно. Сразу скажу, что стейки стоили что-то 350 лир один. Да, это оливочки. Вот, мой данный кебаб стоил 280 лир. Мы вернулись в наш отель. Идем еще немножко в реки посидеть. Тут такая атмосфера. Вот вы не поверите, здесь даже в кафе все разговаривают тихо. Как будто вот, чтобы не нарушить вот какой-то флер, который есть в Дальяне. Какой-то флер релакса. Очень интересное место. Оно не очень похоже на все остальное Турцию. Ребята принесли вино. Маш, это даже с виноградом. Это у тебя виноград турецкий? Из кой. А, там много фруктов в кафере. Ребята привезли вино из Грузии. Заботливые выбирали самые вкусные. Мы им верим. Вот здесь сядем у реки. Здесь у нас нет черепах. Больших волшебных черепах. Нет, не вижу. Так, Маша, конфеты у вас из коньи, да? Ну, что, все равно, наверное, так. Я съела одно из них. Скрывай. Ребята говорят, что в коньи самые вкусные сладости. Вот мы не доехали до них, тогда до этих сладостей. Как вино называется? Сапирави. Сапирави? Это хореба. Это винодельня хореба. Я думаю, что эти штучки можно сохранить. Да? Я думаю, да. Использовались в качестве наслета. Мы просто уже выпили. У нас есть очень вкусные макузанины. Мы сейчас и так ничего не проверим. Но это тоже очень вкусно. Посмотрите, как мило. Мы ничего здесь не заказали. Вот в местном ресторане, да? Попросили бокалы. Ну, прекрасно предоставили бокалы. Пьем свое вино. Могли бы сказать, нет, извините. Либо наши пейте, да? Либо бокалов не получите. Владик, как ты наливаешь вино? Мне так нравится. Ой, темно, ничего не видно. Надо при свете дня показать. Это просто... Обалдеть. Все, надо так держать его? Ты тебе Грузия научила, да? Ага. Манерно. Манерно, манерно. Ну-ка. Хотя у русских считается, что через руку наливать нельзя. Я и не через руку, я... Цвет такой красивый. Ну, пробуем. За 500 рублей. Это вкусно. Друзья, если вы где-то увидите вот такие конфеты, наши ребята покупали их в Конье. Поэтому я боюсь, что это редкий улов будет эти конфеты найти. Ну, это безумно вкусные конфеты. Там внутри какой-то плотный такой лукум. Он как тянучка, что ли. В очень нежном, вкусном молочном шоколаде. Это очень классно. Еще купили. Ну-ка. Что это такое? Это такие маленькие, как чурчхеллы. Только у них больше сока. Да, ты говоришь, сока? Да. Это все привезли ребята из Конья. Ага, это та же самая ферма, да? Угу. Очень вкусно. Мы там еще обычно сурчхел купили шоколады. Очень вкусно. Просто очень. Да. Игорь даже помыл бокалы. Ты моя умница. Релаксово правильно сделал. Правильно. Как мне музыка такая нравится, релаксовая. Все, друзья, мы идем спать. Мы прекрасно провели сегодняшний вечер. Даже немножко разгулялись с вином, как вы видели. Но все в миру. Все хорошо. Всем пока. До завтра. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok